Сити Скайлайнс С чего хочется начать? Я бы хотел начать с кампуса, потому что кампус у нас получил уровень, как мы видим, научных трудов достаточно, привлекательность кампуса на дне. Замечательно, давайте поставим пока на паузу, чтобы не терять времени, зайдем, собственно, в наш, что это такое, я забыл, гуманитарный институт и посмотрим, что появилось, собственно, я не помню, что мы строили, а что не строили, любительский театр. Вроде у нас есть открытый лекторий гуманитарного института, но, собственно, мы понимаем, что читать смысла нету, вся эта история дает только привлекательность, здесь уже потребуются какие-то дополнительные дорожки. Наверное, честно вам скажу, я не буду здесь делать что-то нереально красивое, я буду просто добавлять те здания, которые требуются, чтобы они просто были. Здесь, наверное, дорожку я бы хотел бы вот таким вот образом соединить, вроде получается. Давайте добавим вот такой вот хрень, выглядит как парк на самом деле, почему ты не приделываешься, объясни мне, склон слишком крутой. Здесь у нас проблемы с ландшафтом, но ничего страшного, можно подвинуть чуть-чуть левее и ситуация исправится. Что это вообще такое? В хорошую погоду здесь проходят занятия на свежем воздухе, ну, собственно, мне понятно. Спорткомплекс гуманитарного института. Студенты занимаются спортом в свободное время, он положительно влияет на здоровье всех граждан и повышает привлекательность кампуса. Конечно же, привлекательность нам нужна, давайте где-то около вот этого парка мы, наверное, и разместим, или, может быть, прямо вот сюда забацаем, нет. Наверное, все-таки с этой стороны будет он находиться. Замечательно, и что-то еще, столовая, столовая тоже пригодится, а вот сюда мы помещаемся, слушайте, а мы вот сюда помещаемся, это просто охренительно. Вроде все, но на самом деле нет. Фонтан, блин, ну фонтан делать такое, конечно, если бы я, наверное, разместил чуть-чуть в сторону, могло бы получиться, а давайте на самом деле попробуем, получится или нет, очень интересно. Узнать, давайте вот это вот сюда. И, собственно, фонтанчик, да, сюда действительно приделывается. Ну, замечательно, вроде все уместили, на самом деле сейчас я с нему с паузой, мы получим с вами новый уровень, давайте проверять. Ну да, это же произойдет. Слушайте, а привлекательности-то недостаточно. Что мы можем сделать в такой ситуации? Мы можем с вами добавить тогда еще общежитие, да, наверное. Давайте добавим парочку, потому что людей учится огромное количество, может быть, одно или, ну давайте еще вот сюда куда-нибудь приделаем. Сразу два, наверное. И посмотрим, что из этого у нас получится. Все, мы вроде добились результата необходимого, сейчас только нужно дождаться, я так понимаю, окончания учебного года, и мы получим новый уровень. Что касается нашего нового района, он чувствует себя отлично, я думаю, что пришло время немножечко с зоопарком разобраться. Это что нахрен было, вы видели это? Вот здесь вот только что была какая-то тень здания, ладно, будем надеяться, что мне просто показалось. Давайте, наверное, приступим к зоопарку, собственно, здесь все мы уже знаем, сейчас будем просто пытаться это повторить. Малый главный вход. Малый главный вход, я даже не знаю, с какой стороны лучше разместить. Если честно, я думаю, что я хочу его с этой стороны, потому что мы с вами сейчас откроем, собственно, все здания, потом будем на них уже смотреть по ходу дела. Мы сейчас сразу добавим что-то еще, типа бокового входа с этой стороны. Блин, что-то я боюсь, я промазал по размерам, есть у меня такое подозрение, но будем надеяться, что все хорошо. Хочу ли я с этой стороны этот вход? Главный не то, вот этот я хочу, да, получается. Ну давайте разместим прямо вот во все четыре стороны, как говорится. Сейчас мы с вами проведем дорогу, и потом по классике уже добавим какие-то здания, которые помогут нам запитаться энергией. Но вот таким незамысловатым образом все у меня получилось, это отлично. Давайте посмотрим, что тут есть. Площадь в зоопарке. Ну, площадь в зоопарке, мне кажется, должна быть по центру. Ну, тут вообще больше дается здание, чем обычно, но это и хорошо. А где вообще все животные? А, надо было вот так вот сделать, и теперь всех видно. Замечательно, далее едем, едем в кафе. В кафе тоже будет где-то около площади. Конечно, там есть всякие стульчики, скамеечки, всякая вот эта вот лабудинь. Ну, что-то не лежит у меня душа. Сувенирный магазин, конечно же, получайте. И, наконец-то, животные, да, я так понимаю, подъезжают. Ох ты, ни хрена себе, вот такой вот вольер, значит, да? По-моему, у этого вольера своя какая-то дорога, если мне память не изменяет. Поэтому, собственно, так происходит. А я могу его повернуть? Ты можешь нахрен отклеиться? Нет, он не может отклеиться, сволочь такая. Я могу его повернуть, да, вот сюда, например. Что здесь не так? Место уже занято. Ну, давайте смотреть. Блин, ну, в дальнейшем наши границы зоопарка раздвигать будет достаточно проблемно. Я так понимаю, что нам дорогу придется подвезти. Давайте смотреть. Да, здесь, конечно, еще и рельеф ужасный. Но такое случается, ничего страшного. Сюда подведемся, сюда вроде подводимся. Ну, вот на такой вот горе будут у нас лоси тусоваться. Вроде выглядит нормально. Давайте смотреть дальше, что у нас еще присутствует. Там еще несколько строений осталось. Мы все же построили. Туалет я не помню. Я вроде туалет не строил. Давайте туалет организуем им в обязательном порядке, потому что иначе они все загадят к чертовой матери. Сувенирный магазин я вроде построил. Остается, получается, вот такой вот вольер с птицами. Но благо он не очень большой и приделывается он к дороге. Давайте, наверное, с этой стороны его разместим. Хотя там электричеством все запиталось. Я так понимаю, что только в этом входе была проблема. Но будем экономить как-то место, потому что хрен его знает, что потом получится. Наверное, еще какие-то дороги будут добавляться вот здесь, скорее всего, да? Можем ли мы приделать сюда вольер? Скорость я хочу остановить. Что-то все так летит прямо перед глазами. Аж немножечко подташнивать начало. Давайте-ка нам еще раз вольер, пожалуйста. Да, он действительно сюда приделывается замечательно. И остается только вольер с антилопами. Ну, наверное, мы его просто вот сюда куда-то организуем. Ну и по-хорошему все, зоопарк готов. Давайте посмотрим, как он себя чувствует. Привлекательность отличная. Сюда будет очень много людей приходить, я уверен. Потому что он находится прямо в густонаселенном районе. Единственное, что вот по поводу границ я вообще не уверен. Очень сильно насчет этого переживаю. Возможно, чуть-чуть надо расширить. Ну, я расширил ровно на одну клетку, да? То есть, ну вы поняли. Сюда, конечно, электричество теперь не дотягивается. Это печально, а что здесь можно сделать? Можно пока что победить, наверное, вот так вот это все. Давайте проверять, подключились ли мы. Блин, неужели не подключились? Ну ты что, серьезно? А если еще чуть-чуть тебя подвинуть? Не хочется просто еще дом строить один лишний. Потому что, ну мало ли что. Ну вот сейчас точно подключились. Замечательно, все, зоопарк теперь в рабочем состоянии. Я уверен, что очень быстро мы прямо с конем получим что-то еще. Можно ехать дальше. Моя идея, собственно, такова. Что у нас появится с вами еще один проспект. Прямо появится он вот здесь. И прямо вот такой вот прямой. Наверное, вот такой прямой, да? Так, максимально прямо. Замечательно. Я бы хотел бы организовать здесь железнодорожную станцию. Мы сейчас с вами посмотрим, как это все будет выглядеть. Прямо по ходу дела. Собственно, вот здесь она где-то будет появляться у нас. И скорее всего здесь будет еще одна станция метро. Наверное, вот эту надо чуть-чуть подальше будет перенести. Иначе слишком близко получится. То есть, соответственно, я метро. Где у нас метро? Вот у нас метро. Добавляю прямо вот сюда. И у нас здесь будет такая развязка для туристов. Мне кажется, это отличная просто идея. Зоопарк рядом. Соответственно, здесь только единственное, что не появится, жилых домов. Блин, я что-то не проверил. Какой шум вот у этой вот фигни. Можно мне вернуться как-то на поверхность? Очень вас прошу. Не могу я прямо вот. Ну нет, все-таки могу. Но смотрите, прямо не дотягиваемся мы до жилых домов. Это замечательно. Нужно будет запомнить, что примерно где-то здесь окончается вот этот шум. Отличненько. Что теперь? Теперь нам нужно, наверное, подубрать вот эту вот дорогу. К сожалению, как я и говорил, будут какие-то корректировки. И сначала провести железнодорожную сеть. После чего уже подумать над тем, как у нас будет выглядеть дорога с этой стороны. Рельсы на месте. Отлично. Я думаю, что первые пассажиры скоро подъедут. Мы посмотрим, что у нас там. Вообще, я вам скажу, что есть у нас проблема. Видите, вот такая вот. Не хватает здесь людей, которые будут развлекаться. И, к сожалению, некоторые здания, они покидают. Ну, правильно, я сейчас не ставлю дополнительные жилые зоны. Поэтому такая сложность. Потому что, видите, какая потребность. И надо ее будет решить. Скорее всего, жилые зоны будут где-то здесь появляться. Мы посмотрим. В общем, подумаем. А потом уже организуем какой-то еще общественный транспорт. Значит, собственно, здесь все понятно. Давайте, наверное, сразу разберемся с метро. Я бы хотел бы это метро перенести. Давайте мы возьмем его. И вот таким вот способом простым и всем понятным мы его перекинем. Блин, куда бы тебя перекинуть-то? Наверное, вот сюда я его перекину. Вот. Собственно, от него пойдет дальше уже какая-то линия. Не знаю, куда будем ли мы на этот остров дополнительную станцию добавлять. Наверное, это уже будет дичь какая-то. Здесь трамваев будет достаточно. Но вот эти две станции точно будут работать. В принципе, можно их сразу подключить, чтобы не париться. Блин, пока я тут мучаюсь, короче. У меня получает уровень кампус, судя по всему, да? Доступен на новом уровне. Вроде да. Не знаю. Я пока не хочу этим заниматься. Короче, у меня такая проблема, что я не понял, как добавлять дополнительные станции на маршруте. И походу мне придется нахрен удалять сейчас маршрут, потому что я, ребята, не вижу, блин, другого выхода. Сейчас на паузу поставлю и буду рисовать заново. Так, с метро я разобрался. Замечательно. Запускаем заново. Я так понимаю, вся статистика скидывается. Да нет, вроде пока не скидывается. Сейчас, кстати, на трамваях катается больше людей, чем на автобусах. Надо взять на заметку. Наверное, трамвай действительно более эффективный вид транспорта. Здесь какая-то у меня дичь происходит. Что у вас случилось? Почему здесь какая-то проблема? Человек умер, необходимо перевести тело. Так а в чем сложность-то? Вот крематорий. Неужели не хватает этого крематория? Может быть, еще один тогда где-то добавить? Куда тебя добавить так, чтобы ты прям вот нормально работал? Ну, давай куда-нибудь вот сюда тебя бахнем. Потому что что-то они как-то с ума здесь сходят. Надеюсь, что сейчас быстренько эти тела заберут. Ну, а мы с вами возвращаемся, собственно, к нашей железнодорожной станции. И стоит сказать, что здесь будет обязательно какая-то дорога. Возможно, я не захочу делать перекресток с вот этой вот всей фигней. И я захочу здесь сделать небольшой мост. Наверное, у меня получится. Да, я очень надеюсь, что у меня получится. Давайте теперь чекать. Потому что мне кажется, что все должно быть хорошо. Блин, а можно мне не прямую теперь, а вот такую вот? Да, мы действительно сюда загибаемся. Но чтобы они здесь не тормозили, не тупили, а просто ехали в свое удовольствие. Что касается вот этих вот участков, у меня под них тоже есть одна идея. Единственное, что нам придется перерисовать райончик. Ну, точнее, не перерисовать, а сделать здесь немножечко по-другому. То есть, собственно, я сделаю ориентир здесь на туризм, чтобы коммерческие здания строились в формате отелей. Мне кажется, отличная идея, потому что здесь рядом у нас как раз железнодорожная станция. Туристы, собственно, будут подъезжать именно отсюда. Давайте тогда сделаем вот так. И сделаем тогда то же самое, наверное, с этой стороны. Только единственное, что стоит обозначить ту самую зону, в которой будут у нас жить туристы. Ну, тут к бабке не ходи, мне кажется, все понятно, да, что как-то вот так. Я не думаю, что надо сходить с ума и добавлять очень много, потому что иначе просто-напросто нам туристов будет не хватать. И здания будут сами по себе выпиливаться. Ну, вроде выглядит хорошо. Наверное, стоит здесь еще вот так вот поступить, да, скорее всего. Тут и метро вам, пожалуйста. И поезд подъехал. В общем, все замечательно. Поезда пока, правда, нет. Наверное, в скором времени он прибудет. Что вот с этим участком мы сделаем? Да, наверное, ничего прям такого сложного. Просто как-то вот так запиливаться, да. Здесь они поселятся, здесь поселятся. Кстати, мы можем с вами посмотреть что-нибудь еще из каких-то достопримечательностей. Но, видите, здесь места очень мало. Но вот, например, такая фигня сюда нормально встает. И шума не очень много получается. Давайте забацаем. Есть что-то еще интересненькое. Сюда, опять же, не влезает. Сволочь такая. Блин, не знаю, делать здесь. Ну, давайте, ладно. Пока что мы будем смотреть на то количество гостиниц и отелей, которые у нас появятся. Потом уже что-то еще придумаем. Что у нас случилось? Зоопарк уже получил уровень. Да вы охренели, ребята. Я пока что не готов к вам возвращаться. Давайте сначала я доделаю все-таки туризм. Собственно, можно закрашивать смело, я думаю, да. Не надо людей, собственно, завозить. Завозить людей. Я имею в виду просто жилые районы строить. Потому что что-то мы в коммерцию парываемся, в туризм парываемся. А спрос огромный у нас на жилые постройки. Вроде как, туристы шума из своих отелей не создают. То есть, соответственно, вот здесь может появиться у нас еще один квартальчик. Ну, давайте такой квартальчик организуем. Как здесь правильно поступить? Ну, наверное, как-то так. Или, может быть, сделать что-то подобное. Давайте что-то более-менее другое сделаем. Можно, смотрите, первые гостиницы начинают прям расти. Надо будет посмотреть, сколько там туристов приехало к нам в город. И, кстати, чекнуть ситуацию по паркам. Как у нас дела? Ну, как я и говорил, все действительно счастливы. Ну, там вот они несчастливы. Ну, хотите парк? Ну, как бы, ребят, я человек нежадный. Вот вам парк, пожалуйста, чтобы вы здесь тоже были рады. Давайте тогда сюда людей заселим. Благо, воду я подготовил. Какой я молодец, что все это заранее сделал. Можно теперь не париться, просто людей заселять. Очень хотелось бы верить, что сюда тоже дотянется наш зоопарк. И ребятам не придется строить дополнительные парки. Так, слушайте, вот едет какой-то поезд. Мы можем что-то узнать? 194 человека едет? Это что, серьезно? Вот так сразу, но я как бы был не готов на самом деле. Ну, вот что-то появилось здесь. Давайте смотреть. Компьютерный клуб. Какой нахрен компьютерный клуб? Магазин всякая всячина. Ааа, ребята, ребята, я же затупил. Кто будет делать специализацию-то этого района? Вот он, туризм. И вот так надо жамкнуть. Сейчас, к сожалению, придется немножечко выехать вот этим вот всем магазинчикам, которые были построены. Они сейчас замечательным образом исчезнут. Давайте смотреть. Торговый центр пока что строится, к сожалению. Но я думаю, что все-таки сейчас они должны пропасть. Они действительно, как вы видите, пропадают и построятся уже гостиницы. Но, собственно, все вот такие вот туристы, все вот такие вот, ну вы поняли, вот такое вот огромное количество туристов у нас пошло в метро. Вот такая вот фигня. Это замечательно. Значит, все работает по моему плану. Может быть, не суперкорректно я все делаю, опять же, но я стараюсь, максимально стараюсь. Поэтому уж поддержите там лайкосиком под видео обязательно. Значит, все здесь понятно. Пока что строим гостиницу, смотрим, какое количество необходимо. И вот вроде, да, вот это же она. Да, это у нас отель. Отель тоже имеет только один уровень. Дальше расти он никуда не будет. Просто он вот такой, какой есть. И нас, в принципе, это устроит. На самом деле, смотрится вроде неплохо. В целом, для общей картины этого района нормально все идет. Что дальше будем делать? Дальше будем еще что-то добавлять. Что добавлять, пока что, не знаю. Как вот это вот место использовать? Наверное, надо его использовать тоже под что-то такое интересненькое. Слушайте, у нас есть вот такой еще памятник. Может быть, я его вот сюда бахну тогда. До жилого района он вроде как не дотягивается, судя по тому, что мы видим. Давайте еще раз посмотрим. Ну, чуть-чуть там, прям какой-то хвост дотягивается. Блин, ну что, построим? Да давай построим, потом, если что, подвинем. Мы здесь вообще все построили, как я понимаю. Все, что только возможно. Можно дальше переходить и смотреть, что тут есть еще интересного. Районный парк, ну что-то не очень прикольная тема. Давайте вот просто что-нибудь такое прям красивое поставим. Жаль сюда. А, нет, влезает. А что это такое вообще? Это оперный театр. Так мы вроде его строили. А, нет, погодите. Я нихрена подобного не строил. Я строил какой-то небоскреб. Смотрите, оперный театр здесь смотрится неплохо, исходя из того, что он опять же не мешает по шуму. Но давайте что-нибудь еще я поищу. Блин, друзья мои, мне кажется, я нашел идеальный вариант. Вот такая вот смотровая башня. 120 тысяч, развлекательная ценность, соточка. Мне кажется, классно она здесь будет вписываться вообще для города. Целиком и полностью я поддерживаю эту идею. И, собственно, ее ставлю. Как раз шум дотягиваться будет вот до вот этой вот дороги. И если я вот сюда что-то проведу, здесь будут сидеть людей. А сюда можно добавить какие-то деловые зоны или что-то подобное. Кстати, в деловых зонах скоро будет уже потребность. Но она просто идеально подходит для этого района. Я считаю, что это отличная идея. И все-таки, на самом деле, если мы так прям с вами с ума сходим по туризму, можно что-то еще сюда добавлять. Что у нас там было-то? Я что-то такое видел. Выставочный центр почему не хочу ставить? Видите, какой у него шум? Слишком большая зона. Она дотягивается до жилых кварталов. Не будем создавать лишние неудобства. Наверное, все-таки оперный театр. Мы сюда бахнем. Потом будем уже подводить общественный транспорт по ситуации уже. Когда у нас все достроится, мы поймем, что где находится. Можно будет этот вопрос решать. Давайте на зоопарк немножко глянем, потому что он получил новый уровень. И это значит, что новые постройки доступны. Что у нас новенького? По-моему, вот это было последнее. Да, с антилопами. И теперь у нас появился вольер с бизонами. Слушайте, наверное, все правильно я сделал, что расширил немножечко область. А, слушайте, а здесь такая смотровая площадка, да? По-моему, сверху. Видите вот эту вот дорогу? То есть по ней люди должны приходить и смотреть. Ну, давайте тогда я куда-то вот сюда, может быть, приделаю его. Ну-ка, посмотрим. Давай вот так. И, собственно, дорогу посмотрим тоже. Да, здесь действительно такая вот фигня. Единственное, что немножечко коряво получилось по ландшафту. Но у нас такое вот здесь ландшафт, к сожалению. Ну, не буду же я его выравнивать. Пускай будут бизоны тоже на горе. И остается, собственно, воткнуть последнюю постройку. Это, насколько я понимаю, что-то связанное со всякими рептилиями, да, наверное. Или как это называется-то? Террариум. Ну, все верно, я думаю. Ну, террариум. Какая разница? Давайте вот сюда его бахнем. Блин, я, походу, дорогу снес, да, судя по всему. Покажите мне еще раз дорогу. Действительно, я ее побрил. Давайте вернем ее на место. Или не вернем. Блин, приходится, походу, двигать нам террариум. Вот сюда мы его подвинем. И дорогу, собственно, тоже забацаем обратно. Ну, все. Здесь мы едем дальше. Давайте посмотрим на развлекательную ценность. Прямо в два раза больше, чем надо. Люди приходят с неимоверной скоростью. И я думаю, что туристы тоже участвуют в этом мероприятии. Поэтому, собственно, мы достаточно быстро с вами поднимем уровень. Но с учетом того, что приехало тогда 190 человек, уехало только 11. Поэтому остальные, наверное, развлекаются. Давайте вот сюда посмотрим. 38 человек здесь. Что у нас тут еще было? У нас была вот такая вот фигня. Вот эти вот городская арка. Ворота, хотел сказать я. И тут тоже какие-то туристы присутствуют. Но 16 человек как бы несущественно. Наверное, можно посмотреть также и вот на вот эти все дела. 21. Здесь сколько народу? Два человека пока что еще не разогнали. Ну, здесь пока что ноль, потому что только построили. В целом, добавляются какие-то еще гостиницы. Поэтому я сделал вывод, что туристы потихонечку подъезжают. Ну, раз уж есть потребность в деловых зонах, давайте вот здесь у нас будут деловые зоны. Чуть-чуть совсем мы сделаем. Сейчас как раз эту потребность погасим. И можно, наверное, двигаться дальше, чертить этот райончик. Слушайте, мне кажется, вот сюда надо куда-то добавлять дорогу, чтобы у нас было некое обозначение, что вот сюда строить нельзя жилые дома, а уже исходя из этого что-то придумывать. Да что тут нахрен придумаешь? Наверное, можно какую-то прямую наконец-то уже сделать, а то я все что-то закругляюсь. Она мне не дает прямую сделать, а вот так. Здесь достаточно сложно будет это организовать, тогда, наверное, поедем с другой стороны. Ну, что-то такое я здесь сделал. Сейчас мы это все заселим и станет нормально, мне кажется. Вот надо ли здесь еще дополнительный перекресток или не нужен нам? Вот я не знаю, если честно, мне кажется, что нужен все-таки. Давайте разделим на два квартала. Замечательно. Собственно, сюда мы можем заселить еще туристов, если таковые появятся. Как-то вот так сразу обозначим. Деловой район потихонечку вроде начал строиться. Да здесь-то еще вроде не все гостиницы построились, какое-то место еще есть. Торопиться не стоит. Вода здесь точно присутствует? Точно присутствует. Давайте смотреть. Есть спрос на жилые районы, на жилые кварталы. Собственно, мы можем, значит, вот сюда первый такой квартальчик организовать. Но не очень он большой, поэтому, наверное, пока не буду я здесь дальше чертить. Соответственно, здесь мы тоже понимаем, что еще просто не заехали, поэтому спрос присутствует. Но будем глядеть. Будем глядеть, поглядывать да принимать какие-то решения. Вроде район в целом по очертаниям уже готов. Остается только добавить сюда необходимые здания. Что касается, например, полиции. Ну, дотягиваемся, но вот там вот в конце есть какая-то проблема. Блин, ближе к центру надо было размещать. Но там просто так идеально это все вставилось, что прям не хотелось. Ну, посмотрим. Если начнутся здесь какие-то проблемы с присутствием, просто маленький полицейский участок еще сюда кинем. Я думаю, что так же можно будет поступить еще со здравоохранением, с пожарными и так далее. Давайте я сразу обозначу здесь зону, чтобы потом этим не заниматься. Мы вот так район расширим. Главное, чтобы он не залез туда, куда не надо. Ну, хотя здесь только жилые постройки. Я думаю, жилые-то не перестроятся никаким образом. Деловой, соответственно, райончик мы цеплять не будем. Все замечательно. Отели строятся. Давайте посмотрим, как они себя чувствуют. Работников 11 из 12. В нормальной эксплуатации можно делать здания, кстати, историческими. Но я не вижу в этом смысла, на самом деле. Нафиг это надо. Но это надо только для того, как я понимаю, чтобы они в дальнейшем не перестраивались. Ну, а как это здание будет перестраиваться, если оно всего один уровень имеет? В общем, фигня все. Это полное. Давайте, наверное, еще немножко людей я добавлю. Потому что вижу, что уже растет спрос. И чтобы это как бы заранее подготовиться, все. Подготовиться к этому мы сразу сюда начертим. Я сейчас буду продумывать, скорее всего, уже какие-то истории, связанные с общественным транспортом. И, скорее всего, это будут трамваи. Потому что мы понимаем, что трамваи работают неплохо. Они побеждают автобусы. Хотя автобусных маршрутов, по большому счету, больше. Но вот здесь нет автобусного маршрута. Может быть, если бы он здесь появился, была бы другая история. Блин, здесь какая-то пробка, что ли, организовалась. Что здесь происходит? Ребята, куда вы нахрен собрались на машинах? Едьте, пожалуйста, через туннель. Вообще, туннель можно вывезти сюда отдельный. Идея, кстати, неплохая. Может быть, это разгрузит вот этот мост. Давайте что-нибудь такое забацаем. Знаете, как мы это сделаем? Да легко и просто. Или не легко и просто. А вот это что такое? А, это метро у нас так зарисовалось. Очень прикольно, кстати. Сейчас мы из-под земли на это глянем. Ох ты, ё-моё, а чё это здесь с моей замечательной дорогой-то случилось? Какого хрена вы стоите-то? Может быть, мне здесь сделать одностороннее движение? Как вы на такую вот мысль смотрите? Вообще, идея, мне кажется, неплохая. Ну-ка, давайте смотреть. Есть у нас с деревьями одностороннее. Да, здесь надо разъезжаться на все четыре стороны. Мне кажется, слишком много перекрёстков получилось. И здесь есть небольшие проблемы. Ну, давайте смотреть. Только мне надо вернуться на поверхность, пожалуйста. Давайте попробуем вот в эту сторону здесь ехать. И вот в эту сторону здесь ехать, да, например. Будем уже думать, как с этим жить, как с этим работать. Странно, где деревья. Деревьев мало как-то получилось. И здесь, соответственно, какая-то непонятная ситуация. Они ждут на перекрёстке. Ну, давайте попробуем разрулиться опять же вот так. И опять же, например, вот в эту сторону. Ну, как-то уж найдут они там объезд вокруг нам. Главное разгрузить сейчас вот эти улицы все, да. Давайте вот так вот вообще поступим. И, собственно, здесь вообще никто тупить не будет. Потому что вроде на выезд все нормально. Вот проблема сейчас со въездом. Потому что, ну, много машин. Много машин. Ничего не поделаешь с этим. Думаю, что сейчас все станет хорошо. Ну, давайте что-нибудь с трамвайчиками мутить. Я теперь, кстати, не знаю, получится ли у меня здесь односторонняя с трамвайчиками. Вот это хороший вопрос, кстати. Мне кажется, что не получится. Значит, трамваи здесь идти не будут у нас. Это печально, кстати. Это очень печально. Но я знаю точно, что трамваи будут у нас ходить вообще где эта дорога-то грёбаная. Наверное, она не здесь, а вот здесь. Может быть, я не тот инструмент выбрал, чтобы одностороннее сделать. Ну, хрен ты с ним. Ладно, давайте улучшать вот эти вот все дороги. Они пойдут у нас вот досюда, например. Да, чтобы здесь трамваи могли поехать. Собственно, надо думать, куда мы поедем дальше. Наверное, это будет некая окружная. Всё равно ближе к центру я куда-то поеду. Но это случится где-то вот здесь, наверное. Потому что здесь у нас развлекаются люди. Ну и так далее. Ну и, конечно же, стоит не забыть про вот это вот замечательное место. И как мы сюда подъедем. Наверное, мы подъедем сюда, знаете как? Вот через вот этот вот мост. Но нет, пожалуйста, скажи мне, что это неправда. Всё, у меня получилось победить эту историю. Я просто подвинул с помощью мода. А здесь-то что, склон слишком крутой? Ну ты охренел, что ли? Ну ты весь мой план испортил. Ну ты сволочь-то такая. Как с тобой быть, я не знаю. То есть, получается, всё-таки я здесь не смогу провести трамвайчик в ту сторону, да? Блин, это очень печально на самом деле. Потому что я так рассчитывал на это. Ну, значит, будем придумывать что-то другое. Нихрена. Не будем мы ничего придумывать. Я всё сделал. Я просто изначально провёл с трамваями дорогу. Единственное, что зону, да, здесь надо дорисовать снова. Давайте добавлять. А то что-то они быстренько здесь всё застроили. Отлично. Мы вам здесь остановочку обязательно организуем. Едем дальше. Я провожу трамвайные пути. Блин, место уже занято. Подсказывает нам игра, к сожалению. И мне придётся, походу, перенести немножечко вот эту вот историю. А, погодите-ка. Я что здесь вообще натворил? Я натворил здесь делов. Я неправильно сделал. Мне надо вот это вот было делать вот таким вот образом. Я ещё и здание снес. Но здание-то построится. Это не проблема. Это не так страшно. Меня это не очень беспокоит. Надо было выбрать дорогу просто поуже. Я что-то разошёлся и думал, что, блин, неужели это здание придётся сносить? А если я его подвину? Ну-ка, расскажите мне, получится ли у меня так? Да, действительно, у меня получается. Это здание сносить не придётся. А мы продолжаем движение. И, наверное... Я даже не знаю, куда мы дальше поедем. Наверное, мы поедем куда-то вот сюда. Здесь будем людей высаживать. И, собственно, уже возвращаться обратно. Я вот что хотел сделать. Я хотел глянуть под землю. Потому что, мне кажется... А, нет, всё нормально. Смотрите, разгрузилась вот эта вот дорога. Это отлично. Это охренительно. Теперь нам остаётся только создать трамвайный маршрут по намеченной уже линии. Ой, не знаю, я будет ли он сюда заезжать всё-таки. Или я не хочу этого делать. Пока что мне не очень понятно. Но вот как-то так у нас. И по округе прокатится где-то здесь, в жилых кварталах. Здесь, в развлекательной зоне. Вроде нормально должно смотреться. Главное, что вот здесь остановка у меня точно будет появляться. Давайте смотреть. Наверное, давайте думать. Соответственно, дадут ли мне здесь её поставить. Да, вроде дают. Это там с автобусами есть какие-то проблемы. Здесь у нас будет такой перевалочный прям пункт. Мне кажется, тема нормальная. Насколько часто надо их делать? Наверное, не очень часто. Да, всё-таки с ума-то мне не надо сходить. Но будем что-то добавлять. Слушайте, ну походу мы в этот район заглянем всё-таки. Единственное, что я, наверное, затупил. И вот здесь не улучшил, да? А это печально. Это печально. Мне надо здесь улучшать по-любому. Потому что иначе я не смогу тогда пустить здесь трамвай. Ребята, вы потихонечку выезжайте. Потом скоро вернётесь. Ничего страшного. Такого бывает, да? Здесь зонами всё ок. Здесь зонами всё ок. Ну, давайте тогда я продолжу рисовать маршрут. Блин, мне даже вроде получилось научиться маршруты добавлять. Ну, то есть к маршруту добавлять остановку. Не знаю, как я это сделал, но я смог продолжить. Я просто думал, сейчас опять придётся удалять, как с метро. Ой-ой-ой, вот это была большая ошибка. Извините, пожалуйста, ребята, не расстраивайтесь. Собственно, значит, что мы здесь делаем? Мы по-любому делаем остановку около театра, я думаю, да? Это логично. Где-то вот здесь, вот в этой зоне. И, соответственно, приходим обратно. Не знаю, вот здесь, наверное, уже бред делать остановку, мне кажется. Ну, хотя нет, давайте я сделаю. Знаете почему? Потому что мне кажется, что здесь потом появится гостиница. И ребятам надо будет сюда как-то. Может быть, откуда-то приезжать. Ну, и, соответственно, нам так, получается, надо сделать ещё и в обратную сторону, да? Потому что, ну, почему бы нет? Давайте делать по старой схеме. Ну, всё вроде готово. Всё отлично. Единственное, что вот тут кусочек надо, наверное, переделать. Потому что он чисто неэстетично смотрится. Можно вас, пожалуйста, переделать? Вас можно переделать. Всё, трамваи запущены. Сейчас они поедут. Откуда они поедут? Они, получается, поедут вот отсюда. И здесь у нас какой-то ад просто, да, сейчас происходит. Потому что трамваем нужно выезжать. Можно было отсюда их подвезти. Что-то я подзатупил. Но я думаю, сейчас они быстренько очень разрулятся. И всё встанет на свои места. Я вот ещё что подумал. А что, если нам около гостиницы сделать развлекательные учреждения? Вот здесь, например, прям такой вот кусочек. Но я здесь уже зону выделил, да, получается. Мне нужна... Блин, у нас, смотрите, морская композиция в зоопарке. Вот это я опять забыл про воду. Да и хрен ты с ней, с этой водой. Не буду я сильно расстраиваться по этому поводу. Давайте мы сейчас как поступим-то посмотрим сейчас, что с этим сделать. Нам, получается, надо специализация на сфере развлечений. А, нет-нет-нет, я удаляю туризм. Пожалуйста, только не это. Вернитесь обратно. Всё, так у нас не прокатит. Мне придётся рисовать ещё один район отдельный. Я не хочу этого делать. Поэтому лучше давайте сюда заселим ещё туристов. Потому что, блин, сейчас это всё перестраивать. Это будет просто дичь. А что здесь у нас будет? Здесь у нас будет, наверное, тоже тогда туристы. Давайте я всех туристов прям заселю сейчас. Надо будет посмотреть, как у нас чувствует себя поезд следующий. Сколько он людей привозит. Когда он будет подходить, мы обязательно чекнем. Ну и, наверное, каких-то людей. Вижу, в деловых зонах есть потребность. Блин, деловую зону нам тоже куда-то добавить. Ну давайте тогда людей добавляем вот сюда. Вот этот большой квартальчик оставляем пока что под... Ну, наверное, под деловую зону в проекте, да? Поезда пока не видно. Я всё пытаюсь там как-то краем глаза наблюдать за этим. Но вроде я ничего не вижу, чтоб ехала. Всё, ребятки. Соответственно, вот так вот. У вас там есть какой-то трамвайчик. Наверное, вот здесь мы остановимся. Заселяйтесь смело. И сейчас мы с вами... Блин, думал, поезд едет, а он едет в другую сторону. Ну начинается. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Куда вы топите, ребята? Пожалуйста. Скажите мне, что меня сейчас не разнесёт. Я так понимаю, что он большого размера. Размер 10? Это что значит? Это значит, что он сейчас может мне расхреначить. Чё-нибудь очень знатно. Вот он. Куда он падает? Скажи мне только, что ты не пад... Понятно. Ну вот такая вот история, как бы. Что и следовало ожидать. Тут разнесло просто к хренам всё собачьим. И как бы ситуация достаточно критичная. У нас нет воды. Я поставлю на паузу. Я сейчас быстренько подключу наш новый райончик. Вот как-то вот так. Блин, слушайте. Да это очень печально. Это очень грустно. По электричеству у нас всё нормально. Но надо как-то этот вопрос решать. Наверное, я сейчас буду выравнивать здесь территорию. И пытаться всё вернуть в своё русло. Да, ребятки, знатно тут получилось всё у нас разнести. Конечно. Но это печально. Я сейчас вот что-то вроде восстанавливаю. Блин, охренеть можно. Вот это не в тему, я вам скажу. Представляете, какая тут жесть творится? У нас пожарные-то целы вообще. Есть у нас пожарные? Где у нас пожарные? Вон она. Давайте-ка я ещё одних быстро поставлю. У нас маршруты подразнесло, получается. Вот здесь вот, ребята, вы пока что временно выезжаете. И к хреновой матери трамвайные пути. Вот это действительно грустно. Блин, пока что я всё не могу восстановить. Слушайте, у меня тут, видите, какая фигня. Тут получилось так, что... Блин, пожарное депо ещё разнесло. Вот что самое неприятное. Короче, проблемы у нас серьёзные. Придётся это всё восстанавливать. Для начала мне надо, чтобы пожары все были потушены. Потому что они мне не дают просто убирать... Точнее, строить дороги. Они не мешают. Я не могу восстановиться. Не могу понять, что происходит. Блин, ну жёстко. Жёстко, чё? Но тут ничего не добавить. Это просто жёстко. Я думаю, что мы будем уже последствия вот этой вот катастрофы убирать в следующей серии. Потому что, ну, сейчас как бы будет слишком долго. И мы достаточно много сегодня сделали уже. Но пожаров охренительное количество. Я так понимаю, что ещё немножечко вода пошла не в то русло. Потому что я увеличил вот здесь вот размер территории. Видите, вот там вот вода какая-то фигачит. Но тут всё к хреновой матери горит. И выглядит, конечно, очень печально. Давайте-ка посмотрим, как у нас чувствуют себя остальные районы. Ну, здесь всё нормально. То есть электричество идёт. В основном обрубилась только здесь вся эта история. Да, это грустненько. Но давайте посмотрим вот сюда. И будем радоваться, что здесь у нас всё отлично. Здесь никаких проблем нету в целом. Мы с вами наконец-то район достроили. Наверное, стоит сказать о том, что наши замечательные туристы катаются на чём-либо. Ну, вот 517 человек на трамваях. Я так понимаю, что здесь трамваи сейчас не ездят, потому что депо разнесло. Ну, вроде я не вижу ни одного трамвая. Соответственно, да, нужно просто добавлять депо, всё переделывать. Вот. А, собственно, почему-то здесь маршрут даже отъехал. Потому что подзатопило, скорее всего. Туристов 187 человек. И это нормальная тема. Мы будем работать над этим. Будем делать так, чтобы в город приезжало побольше туристов. И, собственно, привозили нам своё бабло. Ну, а вы, конечно же, не забывайте ставить лайки под видео. Подписываться на канал. Ну, а я с вами на этой ноте прощаюсь. До новых встреч и пока-пока.